Сегодня в программе «Простые вопросы» известный фотограф и коллекционер Александр Бородулин. Я рос в семье фотографа, и все, что связано с фотографией, вызывает во мне глубочайший интерес. Вся журналистская фотография построена в том числе и на визе. Это и лишает кадров. 1,250 секунды. Я как бы часть какой-то светской жизни, скажем так. Добрый вечер. Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Сегодня в отеле «Пекин» рад представить вашему вниманию нашего гостя, знаменитого фотографа, даже, можно сказать, представителя династии фотографов, Александр Львович Бородулин. Добрый вечер. Здравствуйте. Главным информационным поводом к нашей встрече является выставка, основанная на фотографиях из вашей коллекции. Коллекции вашей и вашего отца. Да. Эта выставка проходит сейчас в Музее Великой Отечественной войны в Минске. Называется «Успеть показать редчайшие оригиналы фотографий о войне». С другой стороны, говоря о вас как о знаменитом человеке, нельзя не упомянуть то, что именно вы сделали самые первые фотографии советских девушек, которые были размещены в «Плейбое», и они увеличили на 30% продажи этого журнала тогда по всему миру. Ну да, это было сенсационным, я бы сказал, во-первых. Во-вторых, «Плейбой» тщательно к этому готовился, и они не просто поместили фотографии, они устроили целый пиар, связанный с этим вопросом. Этот пиар возымел действие, что подняло, естественно, тираж журнала, и был огромный интерес к этому, потому что до этого момента считалось, что секса в Советском Союзе нет, как мы все рождались. То есть вы были один из тех, кто опровергал это? Совершенно верно. Нет, не я, а вот фотографии этих девушек, скажем так, опровергивали. Как вы скажете, нет ли в этом такого сложнейшего противоречия? К фотографиям времен Великой Отечественной войны вы относитесь как к фотограф-профессионалу, или как коллекционер? Вот чего здесь больше? Нет, ну как сказать, я одержим фотографии. То есть это как бы дело моей жизни, я бы сказал, даже потомственное дело моей жизни. И с моего рождения я рос в семье фотографа, и все, что связано с фотографией, вызывает во мне как бы глубочайший интерес. Естественно, те фотографии, которые я представляю на выставке, это золотой фонд советской фотографии. То есть в том числе это связано и с Белоруссией, потому что Белоруссия часть Советского Союза бывшая. И поэтому история Советского Союза является историей Белоруссии. Я, кстати, когда делал эту выставку для Белоруссии, я постарался ее усилить именно белорусскими фотографиями. Я видел, у вас есть там фотография, освобожденная Беларусь, гуси позируют на фоне танка. Я просто просматривая коллекцию, видел, например, какие-то фотографии, которые, может быть, я бы, если бы я делал чисто абстрактную выставку Второй мировой войны, я бы их не включил, может быть, туда, потому что они не являются, может быть, сильнейшими. Но для белорусов мне оказалось важно показать именно то, что происходило здесь. А происходил такой ужас, что я надеюсь, что эта выставка это показывает. Легендарнейший фотограф Евгений Халдей просто передал вам в дар, после того, как вы у него купили основные его профессиональные материалы, те фотографии, которые даже на выставке показываются с грифом «плюс 18». То есть это старше 18 лет. Но я знаю, что очень удивительная история вокруг того, как вы приобретали его фотографии. То есть он понимал, что уже уходит, и думал, что просто эти пропадуты эти работают. Я тогда не понимал, что он это понимал. Я потом, во-первых, став старше, это все-таки этому событию уже, как бы, ну, поменьше мере, там, 15 лет, да. Сейчас, возвращаясь к этому, понимаю, что он хотел, чтобы вот эти фотографии, как бы, не пропали, грубо говоря, ну, как сказать, не замельтешились в его огромном архиве, понимаете. И когда я ему предложил купить их, он сказал, нет, я тебе хочу их отдать просто так. Вы знаете, я хотел бы у вас, как у профессионала, спросить ваше мнение о некоторых работах, которые представлены на выставке и вообще, которые считаются каноническими фотографиями о войне. Я увидел несколько фотографий, которые совершенно очевидно, их не тиражировали именно потому, что они, вот, как бы, не носят такой художественный характер. Это то, что снято во время боя. Есть такая удивительная фотография в атаку, когда видно просто перескакивающий через окоп бойцы. Потом в Сталинграде бой за каждый дом и за каждый этаж. Совершенно видно, что они постановочные. Но вот эта легендарная фотография «Комбат», которая, ну, и в фильмах используется, и ее все знают наизусть, по вашему мнению, я понимаю, что не хочется разрушать какую-то легенду, но вот это постановочный кадр или подсмотренный? Я смотрю на фотографию с точки зрения законченного произведения. И поэтому я могу, меня там не было, правильно? Значит, я не застал Макса Владимировича Альберта, значит, живым. Ну, Альберт – это автор, это фотография. Я, например, не знаю. Я могу сказать, что теоретически, нет, если бы это была созданная фотография, и плохо созданная фотография, скажем так, то она бы не имела такого эффекта эмоционального воздействия на огромное количество массы людей, поколения людей и так далее. Поэтому даже если она сделанная, то она не сделанная из ниоткуда, да? Она сделанная из того, что этот фотограф подсмотрел, возможно, в жизни, возможно, он видел этого другого комиссара или другого бойца какого-то, который вот так ведет в атаку людей, который, возможно, погиб. Саня Львович, а что вы считаете жемчужиной вот этой коллекции, если говорить только о фотографиях Великой Отечественной? Это одна из жемчужин, да, безусловно. Это иконы, это фотографии, из которых мы все сложились, понимаете? Вот эти вот имиджи, они, к сожалению, для нового поколения, возможно, они уже хорошо забытые старые, как говорят, да? Общее место, да, получается. Да, но для нас это то, что формировало всех нас и формировало наше отношение к войне. В вашей коллекции есть еще... Дмитрий Бальтерманц, например, фотография горя. Она первоначально никогда не была чистой фотографией, это сделанная фотография, но она сделана как? Туда впечатано небо для драматичности событий. И первая фотография горя, которая появилась, значит, где-то в 50-х, сказали, там... Ну, это не меняет ничего, это как бы... Это фотографический способ, это не летушь, это не там созданное из ниоткуда. Он действительно приехал и снял. Когда мы видим любое светское мероприятие, встречи глав государств, мы видим, как это готовится, подготавливается заранее свет для всех фотокорреспондентов всего мира. У вас есть фантастическая фотография на Ялтинской конференции через капот автомобиля Черчилль тянется пожать руку Рузвельту, который тогда не мог вставать, и он находится... То есть я даже с трудом представляю, как это организовать, попасть, оказаться в этом месте и словить этот момент, его невозможно. Нет, это как раз несложная фотография. Самарий Гурарий, автор этой фотографии, был там, как и многие другие фотографы, и просто нажал на кнопку, и все. Другое дело, что... Везение все-таки оказаться в этом месте. Безусловно, нет, такая вся журналистская фотография построена в том числе и на везении. То есть это возможность увидеть и возможность сделать этот кадр в тот самый нужный момент, не то что секундой, долей секунды раньше или долей секунды позже. Потому что выдержка, с которой надо было снимать, это одна 250-й секунды минимум. И, значит, вот это и лишает кадр. Одна 250-й секунды. Я видел много ваших работ. У вас есть фотографии в юности, в молодости, Микки Рург. Очень много замечательных американских звезд, причем тогда еще советских. Я видел фотографию в юности Ивана Ахлобыстина, очень известную вашу работу. Да. И многих других. Но что вы считаете своим везением? Была какая-то работа, когда просто так сложилось и действительно повезло. Ну, мне много раз везло. Дело все в том, что я один из самых разносторонних фотографов, даже которых я знаю. Это не с точки зрения бахвальства, а просто так сложилась моя судьба. Я начинал как спортивный фотограф со своим отцом. Как ваш отец. И мне удавалось сделать там хорошие фотографии. Потом я стал, значит, журналистом таким кондовым. То есть я продолжал, в общем, традиции Анри-Кортье Брессона, который для меня был как бы кумиром, там, Роберта Каппы, и в том числе Даяны Арбусту. И в журналистской фотографии везение играет как бы одну из основных ролей. То есть я всегда говорил, что, например, и всегда говорю, что одну хорошую фотографию, чтобы сделать журналистскую, просто должно повезти. А вот две уже на одном везении не сделаешь. То есть это уже надо быть там очень хорошим фотографом. А потом я начал снимать моду и вот знаменитых людей. И потом судьба меня кинула, я стал фотографом плейбоя и начал снимать обнаженных девушек. То есть от войны, в том числе я снимал войну судного дня в Израиле. То есть от военной фотографии до эротической фотографии, как вы понимаете, там почти безграничное расстояние. Кроме того, что вы знаменитый фотограф, если попытаться прочитать о вас, можно услышать, встретить большое количество историй с тем, что вы фотографируете красивых барышень. Значит, из-за этого у вас совершенно определенный круг знакомств. К вам тянутся знаменитые, очень обеспеченные люди. Вокруг вас много красивых девушек. И дружить с вами хотят знаменитые и богатые люди для того, чтобы познакомиться с хорошими девушками. Это часть профессии человека, который выбирает себе вот такие объекты для фотографирования? Ну, я бы... Смотрите, значит, я как бы часть какой-то светской жизни, скажем так. И сейчас светская жизнь, она как бы... Она раньше была более такая, как сказать, разношерстная, что ли. А сейчас там все устаканилось. И люди как бы имеют какие-то общие интересы. Если у людей нет общих интересов, то они как бы и не общаются. Они, может быть, друг о друге знают, иногда видятся и так далее. Но общение не происходит. Значит, моя ситуация очень простая. Вокруг меня много всегда красивых девушек. Их всегда надо где-то снимать. Иногда их можно снимать, значит, у облезвого забора. Но иногда хочется снять их, так сказать, в каком-то хорошем интерьере и так далее и тому подобное. И часто я использую вот своих, как бы, богатых, знаменитых друзей для этого. С одной стороны, профессии, с другой стороны, какая-то тусовка. Ну, что уж скрывать, некоторые мои коллеги называют вас, простите, сводником, что благодаря вам красотки могут пристроиться к обеспеченным людям. Ну, конечно, могут. Но они не благодаря мне могут пристроиться. Они девушки-оппортунистки в массе своей, как и все люди. Они не отличаются ничем от каких-то других людей. Просто у них есть один большой плюс – они могут, так сказать, найти себе каких-то там богатых. Вы знаете, мне очень тронуло, скажу честно, то, как вы ответили на вопрос о Минске в одном из своих интервью. Вы сказали, что мне говорят, что это будет, в общем-то, что-то напоминать Советский Союз. Вы сказали, ну, немножко из Советского Союза, но на самом деле это больше похоже на Бернен или на какой-нибудь тихий бельгийский город. Конечно. А на что это еще может быть похоже? На Ирак? Но посудите сами. Это центр Европы. Красивый, тихий центр. Именно так я считаю. Чистый. Люди приятные. Приятно здесь находиться. Я не вижу, то есть я не вникаю вглубь, да, я не иду вглубь. Я смотрю снаружи. То есть я фотограф, да, я смотрю с фотографической точки зрения. Мне здесь все нравится. Я не вижу никаких, ну, как сказать, каких-то вещей, которые бы я хотел поменять. Я, может быть, даже вижу, скорее, когда я приезжаю в Киев, в Москву, вещи, которые я хотел бы откатить назад. А здесь я не считаю, что у Беларуси какой-то свой путь в этом плане, да, и я не считаю его неправильным. Я считаю его наоборот даже, как бы, ну, скажем так, middle way, как говорят буддисты, да, то есть средний путь такой. Не надо бросаться в крайности. Я не люблю крайности, например. То есть я их любил, когда мне было там 20 лет. А сейчас я их не люблю, потому что крайности приходят очень часто к катаклизмам. Они, может быть, после катаклизм рождается что-то прекрасное и новое, а иногда и не рождается. Вот, это сложный вопрос. Асян Львович, я благодарю вас за это интервью, за то, что нашли время пообщаться с нами, за то, что приехали в Минск. И я думаю, что от лица тех, кто посетил вашу выставку, за то, что вы сохранили эти работы, потому что, в общем, это та часть истории, которая должна дожить. И, видимо, она должна дожить именно благодаря профессионалам и таким коллекционерам. Спасибо вам. Я хочу сказать, что это для меня личный вопрос, чтобы новое поколение не забывало вот этот ужас. Потому что политики постоянно брят сует оружием, постоянно какие-то новые конфликты, новые войны в мире. И вот я считаю, что если человек вникнет в то, что там изображено, я думаю, что, может быть, конфликтов станет меньше, они будут не такими острыми и будут решать вопросы. Спасибо. Спасибо. Спасибо.